24 января комиссионер, ну считайте директор, НХЛ Гэри Бэтмен вышел на трибуну, на самом деле не знаю куда он там вышел, и сказал «Никто не танкует, надеюсь вы зацените мой талант пародиста, никто не танкует, потому что все уравновешивает лотерея, никто не будет проигрывать матчи, чтобы увеличивать возможности на драфте на пару процентов, это глупо». И честно говоря, добавил Гэри, само предположение о танкинге несовместимо с профессионализмом игроков и тренеров. И как только он договорил, примерно все американские и канадские Никиты Петуховы сделали так «Ага». Их можно понять, посмотрите на лигу и на команды, которые в самом низу, они давно потеряли шансы на плей-офф, при этом на самом дне таблицы для них припрятан приз. Этот приз Конор Бедард, самый сочный игрок драфта со времен Конора Макдэвида, которого получит одна из самых слабых команд сезона. Что им еще остается делать? Побеждать? Чтобы что? Чтобы лучшего игрока поколения забрал кто-то другой? «Конечно же все эти команды Анахайм, Коламбус, Чикаго танкуют, и конечно же танкинг существует», пишут эти журналисты. «Ну так на чьей стороне правда, спросите вы? Или в НХЛ, как везде, официальные лица делают эти самые лица кирпичом, ну типа юридически Sky, Сочи, это разные организации, а на самом деле в НХЛ процветают договорники, и какие-то команды просто сдают матчи?» Ух, на самом деле и да, и нет, и не совсем так. Как всегда бывает со вселенной НХЛ, и как часто бывает в жизни, дела немного сложнее яркого и простого такого штампа. Да, танкинг существует, нет, команды не сдают игры, и да, Бэтмен никому не нравится, но он для этого и нужен. Если вы посмотрите в таблицу сейчас, то вы увидите несколько надежных аутсайдеров. Если вы посмотрите на их движения на рынке, вы увидите, что они будто бы сознательно становятся слабее. Но процесс намного сложнее, чем кажется. Об этом процессе, который в мире американского спорта называется танкинг, я сегодня и расскажу. Наша постоянная рубрика «Читаем Википедию вместе». В 1963 году в НХЛ запустили процедуру драфта. Тогда он назывался НХЛ Аматеур Драфт. Ну, то есть, по идее, на него заходили хоккеисты-любители, которые после драфта могли подписать первый контракт и зарабатывать хоккейн деньги. В принципе, на уровне идеи оно так и происходит. Смысл этой процедуры в том, чтобы слабые команды, которые закончили чемпионат внизу таблицы, кстати, в тот момент в НХЛ было всего шесть команд, выбирали на драфте первыми, забирали более классных игроков и становились сильнее. Так лига становится интереснее, зарабатывает больше денег, ну короче, вы поняли. Эта процедура работала и в других американских лигах. Если я правильно понимаю, в НБА ее запустили в 1947, и НХЛ в этом смысле просто переняла полезный опыт. Для закрытой лиги клубы, которые не имеют собственных школ, это отличный механизм, но с расширением лиги у этого механизма появился и другой смысл. Когда вы вводите систему поддержки слабых команд, отдавая самой слабой команде лиги самого лучшего юниора, а первый номер драфта это регулярные игроки уровня Овечкина, Малкина, Кросби, Мэттьюса, Макдэвида, то этот самый лучший юниор по сути становится призом. Призом за последнее место. И получается, что командам есть ради чего стремиться не вверх, не в середину таблицы, а вниз, на самое дно. Когда в НХЛ было 6 команд, из которых в плей-офф проходили 4, этот эффект, наверное, был не так очевиден. Даже если заранее известно, что вы пролетаете мимо плей-офф, соревнование из двух команд за последнее место более-менее невозможно. Но лига росла, механизмы по выравниванию уровня еще не были отработаны до современного блеска, середняков и аутсайдеров становилось все больше, и все чаще возникала ситуация, при которой в середине сезона команда знала «Все, шансы потеряны, приз доступен только один, тот, что дается за последнее место». Когда мы слышим, что такое танкинг, наше ухо, воспитанное советской футбольной традицией, сразу представляет себе договорники и сдачу матчей. Типа вот, у команды есть цель, первый номер драфта, и она выходит на каждый матч, чтобы забивать себе 5 и сдаваться. Я думаю, нашим болельщикам так проще и понятнее. Как-то на автомате формируется такая картинка, и даже я до недавнего времени думал, что танкинг – это вот как раз что-то такое. Эта версия спускает танкинг на уровень тренера и команды, но клубы NHL включают в себя гораздо больше уровней управления, и есть минимум один не менее важный – это уровень ген-менеджера. Я бы вообще сказал, что NHL – это соревнование ген-менеджеров, но об этом мы поговорим в каком-нибудь отдельном видео. Посмотрите, что про это пару лет назад рассказывал Брайан Бург, американский эксперт и менеджер. «Ты не можешь танковать на уровне раздевалки, ты можешь что-то сделать только на более высоком уровне. Если тренер придет и скажет игроку, ну, допустим, Джереми Коллитон, тогда тренер Чикаго, скажет Джонатону Тейвсу, «Так, но мы планируем сдавать игры, чтобы получить Алексиса Лафреньера, в тот момент самого яркого игрока на драфте». Тейвс ударит тренера в лицо. «Ты можешь танковать только на уровне генерального менеджера и не можешь на уровне раздевалки». «Я знаю одну вещь. Реально трудно сказать игрокам, что сейчас нужно побеждать, если до этого ты говорил им, что проигрывать – это окей. Если ты говоришь, парни, я знаю, что пару лет назад я говорил вам проигрывать, но сейчас важно побеждать, то, ну, удачи тебе». Бывшие игроки НХЛ рассказывают, что перед сезоном гены менеджер может зайти к основным игрокам и обозначить в разговоре задачу на сезон. Допустим, все рвем задницу, чтобы взять кубок, или что у нас в этом году молодая команда, и мы развиваемся. Но даже и это показывает, что танкинг происходит не в раздевалке, не только потому, что тренер не может просить от игроков поражений. Игроки ведь тоже играют за свой контракт, и любой гол, любая победа – это шанс зарабатывать больше в обозримом будущем. На всех игроков смотрят скауты других клубов лиги, и если ты играешь хорошо, ты можешь на дедлайне и перейти в клуб, который борется за плей-офф или вообще за кубок Стэнли. Вот пример. В том же тонущем Чикаго год назад играл паренек по имени Брэндон Хейгл. Он набрал за 30 очков, его заметили где надо, и сейчас он играет в первом звене Тампы вместе с Кучеровым. Поэтому в NHL постоянно происходят парадоксальные вещи, когда вот, например, Коламбус по всем признакам откровенно танкует-танкует, и команде больше ничего не остается делать, и его фанаты смирились и крутят из пальцев кресты, лишь бы команда заполучила второго молодого гения в связку к Джонни Гудро. И Коламбус вроде отдает Влада Гаврик в Лос-Анджелесу, и все как надо, к последнему месту. А потом команда такая хлоп и делает 4-1 с Далласом, и план по танкингу отправляется к чертям. Так что да, танкинг – это работа ген-менеджеров. Во вселенной NHL клубы имеют очень длинный цикл развития в районе лет 10, и радикально поменять свое состояние за один сезон, за одно лето, просто невозможно. Но вот что важно понимать. Эти состояния скорее выглядят как градиент, очень плавные переходы. Поставить какую-то четкую отметку, находясь внутри этого процесса, очень сложно. У сильных составов бывают слабые сезоны. У слабых составов бывают очень сильные сезоны. Например, Монреаль сейчас занимает где-то последнее место в NHL, а в 2021 году команда играла в финале Кубка Стэнли. Но при этом всегда видно команды, которые очевидно выпадают из-за боем, лидеры которых стареют, или которые уже набрали молодежь, которая не будет готова прямо сейчас биться за кубок. Возьмите нынешний Анахайм, тот же Монреаль или Чикаго. Происходит примерно так. Перед сезоном в основном команды надеются на лучшее, надеются на прогресс по сравнению с прошлым годом, как-то собираются и входят в сезон с этими надеждами. А потом, как правило, первые три месяца расставляют все команды по этому градиенту. От Чикаго с самыми большими проблемами, до Бостона, у которого все отлично. Например, это сейчас Сент-Луис и Бостон на разных соревновательных планетах. Но перед сезоном разница между ними не то чтобы не была очевидной. Ее вообще не было. Сент-Луис и Бостон играли друг против друга в финале 2019, то есть команды примерно одного состояния. При этом Бостон вообще-то команда постарше. Ее первый центр близок 40, второму центру 36, и он год провел в Чехии. Перед сезоном ничего не говорило о том, что будет такая разница. И даже наоборот, Бостон выглядел уязвимее. Вполне могло быть так, что Бостон начал бы раздавать своих холлов и добрасков. Но раздавал Сент-Луис, потому что завалился на старте и так и не взлетел. То есть ген-менеджеры смотрят на результаты этого сезона, динамику последних лет и текущую ситуацию с контрактами. И если цепляться за сезон нет смысла, и если этот сезон вообще не первый такой, и ты понимаешь, что дело скорее в команде, то ты начинаешь работу на дистанцию. И у ген-менеджера Венхелл даже в таком случае полно всяких инструментов. И не то, чтобы он специально делает команду хуже, он просто избавляется от того, что работает сейчас, но уже не поможет на дистанции. И в результате этого команда становится хуже. И давайте на примере команды этого сезона рассмотрим, что делают команды, про которые можно сказать, что они занимаются танкингом. Сент-Луис, Вашингтон и Нэшвилл на рынке тоже раздавали в этом году, но они слишком высоко прям для жесткого танкинга. Поэтому возьмем тех, кто прям борется за первый выбор на драфте. Коламбус, Сан-Хосе и Чикаго. Коламбус, кстати, перед сезоном подписал Джонни Гудру, одну из звезд лиги, и вообще не собирался так тонуть. Но магия игры сделала свое дело, и теперь он прям на дне. Так вот, Коламбус отдал в Лос-Анджелес двух надежных игроков-основы, у которых истекали контракты. Влада Гаврикова, его, кстати, хотели многие, и вратаря Корпи Сало. Сан-Хосе еще прошлым летом отдали Брента Бернса, главную звезду, которой ровно один минус. В этом марте ему исполнилось 38. Несмотря на великий сезон Эрика Карлсона, команда потонула, и на рынок вышла с редкими оставшимися у нее звездами. В принципе, говорили про обмен того же Карлсона, но у него такая зарплата, что его никто не потянул. Зато потянули Майера, умеренно классного игрока 26 лет, с заканчивающимся контрактом. Нет гарантий, что он не ушел бы летом, а сейчас за него можно было получить какую-то компенсацию, Сан-Хосе это и сделал. Чикаго отдал последних интересных игроков из своего состава. Патрика Кейна, которому в этом году 35, и который очень хотел в Рейнджерс, и у которого тоже истекает контракт, и который летом бы просто куда-нибудь ушел на полтора миллиона побиться за кубок, ну, в те же Рейнджерс. А в Торонто уехал Джейк МакКейб, умеренно классный защитник 30 лет, просто сейчас он им точно не поможет, а в ближайшие несколько лет замену найти ему не то, чтобы прямо гигантская проблема. Тем более, что они сразу же приняли Никиту Зайцева, которого, расчищая под потолком место под Чикрана, отдала Оттава. У Чикаго, кстати, сейчас вообще состав, на который не взглянешь без грусти, отдали прям вообще всех, но так выглядит команда в самом разгаре перестройки. В общем, танкуя, ты раздаешь немолодых игроков, у которых заканчивается контракт в адбен на драфт-пике, ты можешь даже прощаться со звездами, которые помогут кому-то прямо сейчас, а у тебя уже просто занимает место в платежке. Ты отдаешь лидеров на отдельных позициях, которых через год-два-три заменит, например, молодой защитник из твоей системы. Ты оставляешь молодых лидеров, недорогих, но эффективных игроков среднего возраста, поднимаешь молодежь из системы и даешь ей возможность развиваться. И да, ты рассчитываешь, а скорее просто понимаешь, что вся вот эта вот конструкция будет где-то внизу, и ты сможешь хорошо отдрафтоваться и заполучить хорошего игрока. Но тут тоже важно понимать, это неточная наука, и прям совсем на дно, никто сознательно не идет, всегда есть шанс, что 3-4 твоих игрока окажутся лучше, чем ты предполагал, и команда вместе с ними пойдет наверх. И на самом деле этого ген-менеджеры ждут гораздо больше, чем в высокий выбор на драфте. Когда НХЛ поняла, что первый номер драфта стал призом за последнее место, и когда появились признаки того, что команды прям откровенно танкуют в погоне за этим призом, она начала думать, как с этим бороться. В 95-м ввели драфт лотерею, на которой разыгрывается первый номер драфта. Так, сознательный спуск на последнее место сделали бессмысленным. Первый номер не гарантирован, ты получаешь плюс 2% всего вероятности к команде, которая выше тебя. Это, впрочем, не избавило от самого явления, но, как я и рассказал в начале, Лига не видит никакой проблемы в этом. Проблему видят журналисты, которые регулярно изобретают новые способы борьбы с ним. Я слышал о таком оригинальном предложении считать очки, набранные командой, после того, как она потеряла шансы на плей-офф. И у кого таких очков окажется больше, тот и выбирает первым. Звучит оригинально и в чем-то даже круто, но такого не будет никогда, потому что это идет наперекор с основной идеей драфта, чтобы самые слабые команды получали лучшую молодежь и возможность для развития. А так, первых номеров будут забирать Айлендерс или Вегас, ну, то есть сильные команды, которые, как было в прошлом году, по ряду причин вылетели из обоймы. Танкинг можно считать большой бедой, только если думать, что все команды должны бороться за плей-офф до конца, и все матчи регулярки до самого последнего должны быть важными с точки зрения таблицы. Я уверен, что это невозможно. Это просто математика. Если у тебя 32 команды а в плей-офф выходит только половина, то неизбежно будут команды, которые рано потеряли все шансы. Неизбежно будут топы и аутсайдеры. Неизбежно кому-то будет выгодно отдавать игроков. Обычно команда становится слабой не потому, что так решил ген-менеджер. Это делает время. По-моему, это все просто нужно принять. Да и у первого номера драфта негарантированные преимущества. Мы видели с вами это много раз. С точки зрения клуба гораздо важнее разрабатывать стратегию для выбора на первых четырех раундах, чем гнаться за самым высоким первым местом. В общем, у танкинга слишком размытое очертание, чтобы с ним бороться всерьез. Меня зовут Никита Петухов. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok